друзья всем добрый день меня зовут аурика и я рада приветствовать вас на своем канале вязание модное хобби у нас сегодня уже утро следующего дня вчера я снимала влог снимала его долго и телефон конечно предательски сказал что хватит памяти не хватает и зарядки тоже вот ну и я посмотрел что я снимала много да плюс еще отрывочки которые я включала в это видео и подумала что ну на два часа точно наверное не стоит затягивать поэтому решила выпустить первую часть и вот сегодня утром с хорошим настроением я решила начать записывать вторую часть я в своем джемпере который вязала для нашей платной группы совместно с олечкой и кстати у одной участницы уже есть такой же готовый джемперок чему я очень рада и надеюсь что она поделится фото с готовой работой он получился очень очень красивый очень нежный я честно очень приятно горда да что по моему описанию связали свитерок это когда вяжут не знаю носочки митинге тоже приятно да и как-то здесь наверное больше опыта и не переживаешь допустим это плечевое изделие конечно я переживала у меня в этой группе два плечевых изделия это вот этот ажурный джемпер и кардиган про который мы поговорим немножко дальше я буквально коснусь его вставлю вам небольшое видео вот сегодня тоже решила одеть джемперок очень нежно его люблю и люблю такую горловину v-образную вот и он сейчас мне кажется на такую осеннюю погоду как нельзя лучше подходит да то есть в нем и не холодно и не жарко вчера я остановилась на том что рассказывала какие подарки мне подарили я показала вам всего лишь часть у меня вторая часть уже лежит здесь у нас предательские хотя они предательские я очень рада чтобы вышло солнышко потому что до этого было очень темно но я вот здесь могу скажем так в тенечке спрятаться вот цветочках и побеседовать с вами дальше я планирую кстати немножко расскажу записать сейчас рассказать вам о подарках то есть что было до что происходило за этот месяц и дальше буду записывать уже такие влоговые включения показывает что я делаю что вижу что крашу украшение будет много яркого и красивого и обязательно с вами дальше поделюсь так вот я остановилась на том что у нас была встреча с оксаной и с юлей с оксаны ворум инженер и с юлей вязание на чердаке также с нами была наша активная участница и уже такая подруга юля с пуделем вот и мы там обменялись подарками от юлия получила с пуделем ну так и как бы слова еще не могу выговорить но в общем чтобы понимать о ком я говорю буду делать такие пояснения потому что юль вокруг у меня одни юлечки вот чему я очень рада и в общем чтобы как-то определять юлечка подарила вот такую вот пряжу и конфетки конечно же которых нет вот такие вот коробочка очень классная монпасе вообще это вкус детства я до сих пор обожаю монпасе и любила очень их в детстве ну это просто очень и очень вкусно вот такая коробочка которая будет служить дальше для маркеров да для каких-то нужностей я ее конечно же не выброшу вот здесь были конфетки конфеток уже нет мы с детьми разделили эту вкусноту также юлечка подарила вот такую пряжу вот с таким вот маркером смотреть как солнышко подсвечивает как раз видно этого замечательного котика это маркер да я уже говорила и пряжа это филка матильт 85 процентов меринос 15 полиамид 100 граммах 500 метров паста наверное называется цвет я так думаю но мне кажется он такой если так цвет такой вот овсянки я бы сказала очень красивый бежевый и это вот такой вот шнурочек вот юлечка сказала типа вяжите из нее носки но я вижу эту пряжу для себя в другом изделии я хочу связать здесь по 50 грамм хочу связать перчатки очень красивый цвет универсальный ко всему подойдет поэтому это будут будущие перчатки если у меня с ней все сложится я отвяжу образец и буду вязать вот такой подарочек у меня был от юли и еще у меня был подарок от юлия вязание на чердаке сейчас я я если честно не знаешь чего начать потому что там все очень классно но одна позиция которая вообще тронула как сейчас модно говорить самое сердечко это вот такая вот пасма я вам ее покажу без солнышка потому что и даже покажу на солнышке потому что это невероятная красота голубого цвета которую юля спряла на веретене специально для меня и подарила попробовать эту пряжу это очень-очень красиво здесь я спрашивала у нее из чего она стоит это 23 микрона меринос и нейлон нейлончик здесь немножко блестит и посмотрите какая она красивая внутри тебя солнышко это конечно здорово ну я надеюсь вы видите эту всю красоту в процессе монтажа если мне вдруг не понравится качество я но я имею ввиду чтобы вам было рассмотреть поближе эту красоту под сниму но мне кажется здесь видно и видно какие красивые ровные ниточки да то есть здесь сучина я же в этом не понимаю но по-моему сучина правильно говорить да и нити я не знаю сколько здесь грамм но это невероятно мягкая красота и это действительно будет что-то мне я это вижу в шапочке вот я очень надеюсь что мне этого хватит вы знаете любовь мою голубому цвету голубому к розовому я все люблю синий я все люблю все цвета люблю вот предательски мне только не идет оранжевый желтый вот у меня голубое пальто у меня бактус голубой серым и мне кажется шапочка или берет или шапочка будет вообще очень очень любить вообще и обожать вот такая пасмачка у меня была в подарке также там было где вот такие вот бобинки опять же вот так вам классно передается цвет не будем обижаться на солнышко потому что солнце в питере это это праздник вот поэтому я на него не обижаюсь я могу здесь пока уголочки спрятаться и показать вам это альпака шнурок полиамидный набитый альпакой насколько я помню потому что юля мне прислала скриншот я вам ставлю вот такие как говорит наташенька волосята у этой пряжи просто посмотрите видите это такой золотой полиамидный шнурочек и набит он альпака у меня две такие бобинки по моему по 250 грамм если не ошибаюсь мне кажется очень красиво будет изделие я вижу ее просто в каком-то таком базовым джемпер очки лицевой глади потому что пряжа о так видно очень и очень красивая и мне кажется узора здесь будут лишними потому что ну правда посмотрите вот две такие бобинки мне есть также там была очень вкусная шоколадка с карамелью которые естественно нет и вот такая пряжа это носочная пряжа супер басекас супер ваш for play покажу вам бренд и вот такая вот расцветочка на мне фокусируется камера наверное мой цвет это вот этот вот вот это вот расцветка 100 граммах 410 метров состав 75 процентов шерсть и 25 полиамид очень красивая пряжа такая мулине да то есть как красивая и конечно же это будут носочки я вернулась к носочкам и обязательно свяжу у меня это вторая второй моточек такой красивый от юлечки из первого я до сих пор ничего не связала но я его периодически достаю смотрю где-то рядом с собой его могу положить и наслаждаться там тоже такой моточек с эффектом мулине вот это был подарочек от юли ну а далее у меня была неожиданная и очень приятная коробка которая пришла ко мне издалека вы не поверите я до сих пор сохранила коробку и сохранила все что есть в ней вернее я уже открывала и мне захотелось еще поделиться с вами тем что было да мне подарено подарок мне пришел от оли с канала магнолия вязание из германии да мы соли давно и нежно дружим олечка я тебя люблю спасибо тебе большое за такой неожиданный подарок тем более который пришел прямо из самой германии я просто представляю как ты его отправляла я надеюсь конечно что тебе это было легко зная как к посылкам до относятся на таможнях и на границах и так далее я тебе невероятно благодарна за этот приятный сюрприз неожиданный это просто очень очень классно вот такая вот у меня коробка адрес я вам не буду показывать но коробка вот такая вот она прямо пришла здесь адрес без упаковки и вообще очень красивые я так понимаю это лилии вот сейчас я постараюсь мы открывали в круглых кокетках да я буду много говорить о круглых кокетках так что я надеюсь это не будет вас немножко нервировать потому что это часть визуальной невизуальной жизни да и если вам интересно обязательно приходите и будьте с нами вот тут тоже были упакованы подарочки каждый в свою упаковочку и там были загадки я ничего не отгадала как как бы ни старалась вот но то что у меня в итоге получилось это я имею ввиду какой подарок меня ждал там это было что-то невероятное опять много невероятного но общем я думаю вы уже готова там была вот такая вот открыточка вот здесь пожелания я все открытики храню которые мне приходят кстати сейчас я вам покажу у меня здесь картина которую мне расписала сестра вы можете видеть иногда ее на моих видео и мне вера прислала вот такую вот открытку вера вера с канала вера нитин подкаст она отдыхала в англии путешествовала и она отправила из эдинбурга мне вот такую вот сейчас я скажу кто это здесь написано за хорнебрал мисс грехом 1757 год 1792 год томас гейнсбург вот такая дама и знаете я сейчас немножечко отклонюсь от заданного плана у меня вот здесь вот висит картина и соответственно там есть гвоздик на который можно повесить и мне тут как-то вконтакте встретилась подборком подборка мудбордов и мне очень понравилась эта идея я хочу себе сделать сюда не сделать купить до мудборд который я буду пополнять то есть какими-то вдохновляющими может быть описаниями фото а также буду открыточки которые мне приходят от девочек тоже туда размещать также образцы до на изделия которые хочу связать ближайшее время мне кажется вот здесь прям вот судя по тому что у меня уже здесь визуальный шкаф и комод мне кажется здесь будет очень классно то есть у меня кровать как раз спим мы головой туда то есть я буду дадут меня здесь телевизор и я буду видеть я здесь сижу вижу смотрю девочек до любимых блогеров и так далее и там какие-то фильмы и меня будет глаз во время падать на этот мудборд и мне кажется это будет больше вдохновения да и может быть какие-то тематические осенние либо новогодние атрибуты да здесь тоже буду размещать в общем у меня такая вот идея вот открывала я посылку вместе с моней моня как знала потому что там была бы такая вот тетрадка с таксами по моему дач хунт на немецком звучит такса вот очень классная вообще такая тетрадка здесь такие таксята правда не гладкошерстные черные но моня прям тянулась к этой к этой упаковочке вот мы потом посмеялись что действительно она чувствовала что это что-то связано с ней вот очень красивая я все тетрадочки сохраняю люблю делаю записи и это вообще знаете must have всегда так извиняюсь я вас за дело не знаешь чего начать и чем закончить оля отдыхала в греции или в кипре на кипре на кипре по-моему да или с греции в греции общем я уже все забыла испутала и она мне прислала вот такое вот мыло и к ней по такой к нему вот такой вот мочалочку то есть да и либо ее по-моему намыливаешь либо сюда можно мыло и потом так пользоваться очень красивая черное мыло написано скин эликсир стопроцентно натуральная olive oil soap из black lava salt вот такая вот красотища ты из полезного да там все полезное все нужное смотрите какая крючка я еще говорю всем этим не пользуюсь но очень до этого момента да очень хочу уже взять и пользоваться этой кружечкой посмотрите какая она атмосферная какая она красивая и мне кажется во влогах можно начинать свой влог с кружки чая или кофе тем более с такой красивой я люблю кружки покупаю их и где мы отдыхаем тоже стараюсь купить себе кружку мы были в египте в тунисе и у меня тоже там есть тематические такие кружки я их обожаю это будет еще теплее и радость не из нее пить потому что мне ее подарила олечка вот так же там была но если кружечки это это вопрос к чаю я еще не попробовала представляете мою выдержку подарок мне пришел давно здесь вот такое вот печенье фисташковое очень а переведу сейчас миндаль и фисташковое печенье очень вот такое красивое оля мне еще и поругала грит как так еще печенье не не съела не попробовала но мне очень хотелось показать какая красивая упаковка какое красивое печенье и сейчас я с вами поговорю и обязательно выпью кофе вместе с этой вкуснотой вообще тоже и регина столько полезных сладостей подарила да и так что можно пить кофе и не думать чтобы такое взять вкусненького и в прикусочку попить также там были вот такие маркеры так очень хочется вам показать розового цвета конечно они на меня на меня фокусируется камера они такие как сердечки очень очень красивые нежные я обожаю маркеры и вы знаете да что они придают вдохновение и всегда ждешь когда же ты добежишь до маркера да да такого красивого тем более я имею в вязание это больше до задает ритм и темп вот такой вот опал неонового цвета салатового у меня неонового опала розовый есть по моему оранжевый бежевый синий вот такого у меня нет это очень классно я не знаю я люблю опал но не люблю как я вижу на нем резинку это вопрос чисто ко мне не копало мне кажется я ее вяжу слабо но я люблю вот такие вот яркие на моточке опала и вязать с ними носочки кто-то вяжет именно одним цветом я люблю чтобы были манжет пятка и манжета пятка и мысок такого яркого цвета и цвет это номер 2012 также там была еще вот такая красота 2 моточка от грундл ход сок с перл калоро с кашемиром представляете вот такие вот это цвет номер 04 очень красивые моточки а здесь 75 процентов шерсть 20 полиамид и 5 это кашемир девочки это просто невероятная опять говорю это слово но это очень и очень мягкая ниточка и если честно мне ее жалко отдавать в носки мне кажется тоже какие-то перчаточки а может быть даже шапка тоненькая такая будет из этой пряжи очень классная вот так так выкладываются секции так естественно на мне фокусируется очень красивые моточки и они по 50 грамм 200 метров и самое было последнее в коробочке там была такая большая конфета и в ней было 6 вот таких вот моточков таких вот пухлячков так солнышко у нас опять вышло это австерман альпака стар так сейчас немножко просто заклеена было 50 граммах 150 метров цвет 003 ноля в общем 3 сейчас скажу состав 36 процентов альпака в скобочках написано baby 35 процентов полиамид 17 ой 15 процентов шелк и 14 процентов хлопок и здесь еще есть пайетки я не знаю солнышко мне наверное не даст вам сейчас показать всю красоту этой пряжи я наверное сделаю потом когда она зайдет под съем но у меня вот таких вот нежнейших и по цвету и по тактильным ощущением моточков я обязательно свяжу тоже какой-то такой базовый себе джемберок или может быть даже кардиган мне очень-очень нравится цвет и по ощущениям это пряжа вот такие вот пухляши классные вообще вот так что такой мне был подарочек солнышко не хочет уходить в общем я вам сделаю под съем чтобы показать что там есть пайетки ну вот она в общем ярко но посмотрите какие-то тут красивые волосята так заходит солнышко я вам наверное могу показать может быть будут поблескивать но не все-таки нет вот так что покажу по поближе подсниму какая ниточка красиво вот и это все подарки хотя нет я сегодня снимаю у нас сегодня 26 сентября и я снимаю утром это видео и мне написала светочка она тоже активный участник нашего чата и от нее можно часто увидеть под моим видео и под видео девочек комментарии она мне написал о том что она мне отправила небольшой подарочек я вот сейчас закончу записывать это видео и побегу получать посылочку это было очень неожиданно но очень приятно и конечно же вам потом ее покажу так из готовых работ это все но у меня есть две работы которые я начала которые у меня на спицах и также я с собой взяла кардиган который вязала вязала для своей платной группы совместной солей и я немножечко там его фотографировала и сделала небольшое маленькое такое видео я вам сейчас его вставлю но а далее мы перейдем к тому что у меня на спицах что у меня покрасилась и в общем буду дальше снимать для вас полноценный влог так что приглашаю вас просмотр друзья сегодня ко мне пришла посылка такое экстренное включение да я бы хотела ее снять на камеру посылку прислала мне моя дорогая подруга региночка на день рождения вы просто не представляете насколько она большая и тяжелая но я ее тащила до таком энтузиазме что для меня эти килограммы не имели значения я просто домчала с почты хотя регина написала что поедение вот но я честно несла сама очень большая огромная посылка я не знаю что там я хочу открыть ее вместе с вами чтобы передать все эти эмоции вот и по любому мне уже все нравится потому что это подарок это внимание так что я буду открывать вместе с вами извините если я смотрю не на камеру дело в том что у меня новый девайс у меня стабилизатор до который стоит у меня на комоде и я еще к нему не очень привыкла поэтому иногда смотрю ровно ли он стоит то есть это он как штатив такой стабилизирующий вот поэтому извиняюсь если я буду иногда смотреть не на камеру все давайте открывать так как бы мне поднять эту всю красоту показать вам смотрите здесь открыточка там конечно же поздравление на днем рождения я открою их попозже боже мой это хочется взять снять для вообще просто фотографии ну что это очень красиво я сейчас давайте отключусь чтобы сделать фото потом мы с вами начнем разбирать эту красоту я все-таки решила под снять столько здесь всего сейчас мы с вами подробнее все рассмотрим но это очень и очень красиво и и алисешечка наверное я предположу что регина мне ее положила для покрашивания для твоих творческих идей точно спасибо большое но давайте теперь я опять подключусь и покажу что же так я снова с вами сняла вам небольшое видео ну и давайте начнем с ализе смотрите здесь еще какая-то коробочка это обязательно будут какие-то новые красивые пасмачки или или полосочки моточки так тут что-то регина мне купила краски это простые красители обалдеть как здорово посмотрите боже мой регина вообще как классно так как бы мне классно так хорошо открыть я вижу здесь один цвет которого у меня нет ну по крайней мере первый здорово это 177 цвет фламинго он такой розовый очень красивый цвет ирис вот ириса у меня точно нет здесь много того чего мне нет холодное сердце посмотрите какой красивый мне нет холодного цвета сердца это полынь полыни у меня тоже нет ты откуда знала ракушка и груша это все цвета у которых я опять не в камеру смотрю зиме которых у меня нет это ракушка а это груша они по моему по 5 грамм да боже мой регина это так здорово спасибо большое ты так прям продумала этот подарок именно с красителями и как ты угадала что у меня их нет очень классно я планировала купить красители пополнить скажем так свой ассортимент и именно этих цветов у меня не было очень классно тут проектная сумочка голубого цвета все как я люблю и тут что-то что-то есть здесь здесь много вот такой пастилы давайте я стараюсь показать так есть много пастилы также тут крючок кстати у меня нет кловера вообще никогда им не пользовалась и это будет повод попробовать крючок номер пять ничего себе ади лейс 80 сантиметров что я говорю чагу лейс четверочка 80 сантиметров у меня нет чагушек у меня чагушки только маленькие носочные очень классно потом здесь вот такие вот пуговки вообще такие ретро красивые пуговицы для кардигана и маркеры один тут еще розовый они как натуральные что ли кошачий глаз фиолетовый темно-фиолетовый смотрите я я думаю вы видите эту красоту так телефон все равно на мне фокусируется как бы закрыть вот и и еще видимо в подарок положили розовый надеюсь вам библи очень очень красивая из прямо с кошачьего глаза очень здорово реки на вообще я думаю вы будете сейчас много слышать от меня слов вообще очень красиво и большое спасибо потому что это действительно так еще здесь такой календарик смотрите с носочками на двадцать четвертый год вяжу-вяжу это было в кармашке ну пастилу я обожаю здесь просто и очень-очень много и с удовольствием буду ее есть именно такую маленькую не покупала ни разу но увидела что она есть продажи прям большими упаковками и тем более пастила очень хорошо для для фигуры для всего остального так здесь написано вкус лаванда и хендмейт давайте откроем кокосовая сгущенка со вкусом лаванды посмотрите какая это красота невероятная я хочу открыть понюхать она очень хорошо закрыта нет я смогла это божественная это просто божественно очень я не видела такой без сахара без лактозы веганская и без глютена вообще все как доктор прописал очень классно ой вообще я такой не видела риги посмотрите у меня нет такого это на кобоха вот таких красивущих цветах кстати вот этот мулине очень красивые ниточки и это цвет номер восемьдесят семь семьсот восемнадцать обычно он называется как фишермен это рыбак класс так а это далее такой цветочек розовый очень красивый цвет номер восемьдесят два сто тридцать пять и и и это цвет восемьдесят семь семьсот двадцать шесть называется sunset clouds а закатные облачки или облако на закате очень красивый цвет я вы знаете последнее время опять вижу носочки большим удовольствием и это точно будут какие-то классные носочки потом здесь такая невероятная красота сладости белевский мармелад без добавления сахара жилетный жилейный в кокосовой обсыпки и зефир со вкусом ванили на измальте в кокосовой стружке это тоже который нам для похудения регина большое спасибо за все мои сладости и вкусности любимые так вроде бы цветочки не повредила так тут что-то вот такое красивое лавандовое ага тут есть бирочка написано стопроцентной мере но 100 граммах 1500 метров самих бирочек нету но он кардный как я люблю очень красивые цвета лавандовый но он просто связано я вам так показываю лавандовый и здесь он вас в синеву уходит он больше зеленый может быть нет цвет морской волны нет зелененький очень красивый но он темнее у вас на камеру очень классно кстати можно так и заполосатить почему нет такое классное сочетание так и но это еще не все вкусности по ходу дела у нас не заканчиваются это сушеная манго это моя любимая сладость кстати когда сейчас ездили на море я с собой покупала и мы с удовольствием там перекусывали очень классно очень вкусно обожаю люблю вообще-то меня регина прям очень сильно балуешь ну и вот это вот красотища большой толстячок с люрексом а тут есть бирочка это пилоте бимиа в natural 100 граммах 150 метров это 95 процентов меринос и 5 процентов люрекс 916 грамм почти килограмм у меня этой красоты и конечно можно взять под покраску но я честно не хочу потому что у меня нет ничего белого ни кардиганов не свитеров именно связанных и мне кажется это будет очень классно солнышко светит с люрексом он такой не чисто белый а молочный очень красивый такой бобик обязательно будет что-то очень теплое там тоже невероятная красота здесь стоит и мне улыбается посмотрите какое-то же мулине это наверно хлопок нет это меринос стопроцентный миру меринос за 1 баруф на баруфа софте мулине 100 граммах 30 50 метров 10 519 грамм очень так может с этой стороны вам лучше показать очень красивый он такой зеленый и обмотан желтой ниточкой очень очень красивый мериносик я думала честно это хлопок обожаю зеленый цвет очень красивый еще желтеньким с любимым цветом регины желтый мне тоже нравится но вот в этом сочетании это просто огонь и это еще не все так pink flower blooming hand cream это крем для рук 2 слили и с розовой розой watch a lily and pink rose такие два огромных крема это 100 миллилитров очень красивый и всегда это то что вообще надо у меня крем если честно стоит в каждом помещении где я сижу в комнате на кухне у детей в комнате так что это вообще то что надо большое спасибо и здесь вот такие вот масочки birds nest из наверное экстракта гнезда птиц гнездышек птиц это с коллагеном и с нейл с улиткой очень красиво все вообще все невероятно все нужное регина огромное огромное тебе спасибо все очень приятно и внимание и красивые замечательные подарочки большое-большое тебе спасибо обязательно буду пить чай вспоминать тебя со всеми этими полезными вкусностями вязать носочки с ветра теплые столько мериносика ты мне надарила это просто невероятно что-то большое большое тебе спасибо я вам хочу показать результаты моего творчества я красила пряжу и вы видите вот такие вот моточки это прям моя какая-то персональная гордость кстати я в прошлом влоге говорю о том что я купила 700 грамм аркабалена она конечно была вся не так что как бы мне хотелось до 100 граммовая красивая там и так далее это все-таки итальянский сток но я смогла выбрать себе хорошие моточки вот эти я так прям скажем так с конца потому что эти первые моточки ну давайте раз уж я про аркабалена рассказываю покажу сначала их я купила до сказала купила аркабалена и вот это вот то что у меня покрасилась я специально так намотала такие моточки чтобы было понятно какого цвета будут носочки это полосатая пряжа то есть это будет три цвета голубой барби и розовый палитра на вам розовая лилия называется а здесь зеленый цвет малибу и фиалка то есть вот таких вот будет три цвета это аркабалена и там были еще маленькие моточки я покрасила вот такой вот пряжу и она у меня тоже получилось полосатой то есть я ее специально так красила то есть это будет манжеты пяточки и маски то есть контрастная нить в наборчик вот она видите такая где-то потемнее где-то посветлее вот такие это 4 пасмы аркабалена также у меня есть вот такие мини пасмы это уже конечно ализе цвет называется малибу 4 такие пасмочки и вот такие голубые это все как идет в наборчик либо знаете получается разрывы нить и иногда пасмы там по 10-15 грамм ну около того и я такие пасмы тоже крашу и вкладываю как подарочек к заказу а ну в общем мелочь но приятно да вот ну и давайте перейдем рассказала вам про вот эти моточки это трехцветные все моточки по 50 грамм и вообще самые первые мои моточки вернее самый первый моточку меня уже сразу же купили и он уже у своей обладательницы я попробовала покрасить пряжу полосками так давайте мини пасмы так сторону беру я попробовала покрасить прям пряжу полосками придумала новый для себя способ и ура у меня это получилось я отвязала вот таких вот три образца то есть у меня сейчас вот такие есть моточки для продажи я буду выставлять и свой магазинчик на озон и в свой магазинчик во вконтакте я вам оставлю обязательно ссылочку вот я этой этих уже не отвязывала образцы но потому что у меня есть образцы на которого будет понятно как будет выглядеть полосатая пряжа вот такие вот полосочки у этого моточка я вязала как видите просто лицевой гладью по кругу здесь 68 петель на спицах 225 у меня связано и вот видите полосочки здесь горчичные желтый и темная бирюза так они выкладываются на 23 ряда получаются полоски покажу вам со всех сторон мне кажется классный такой носочек будет представляете он такой беспроблемный то есть три цвета и не надо включать новые цвета дату связать из трех клубков а потом кучу кучу кончиков прятать то есть вы вяжете и наслаждайтесь я буду подбирать к этим моточкам какие-нибудь контрастные ну даже вот так вот красиво смотрите смотрится по смачки да вот и будет такой вот наборчик продажи вот так что вот такой цвет я кстати в своем телеграм канале показывала эти образцы и я думала все будут за вот этот яркий но мне не разделились то есть ну конечно я понимаю у вкуса о вкусах не спорят да то есть у каждого свое восприятие и так далее и все мы любим разное вот так что вот такой будет моточек я конечно же образец распущу пока для вас до оставила показать и сделала фотографию даже для того чтобы если вдруг кто-то будет спрашивать было видно что как из таких моточков выкладываются полосочки вот вот такое вот на мой взгляд получился может быть даже и новогодний а может быть даже осенний потому что здесь все красный горчичный и зеленый да то есть можно отнести к новому году и к осени да то есть цвет листвы вот так вот тоже выглядят полосочки спицы тоже 225 вот на два три ряда они выкладываются не так понравилось это красите как видите у меня их много то есть продуктивность от этого способа до который я да скажем так для себя вывела очень высокая очень высокая то есть я могу много я могу красить сразу два-три цвета пасмы я имею ввиду вот и вот такой вот яркий здесь ментол розовый и цвет фуксия наверное он был первым моим фаворитом но правда я люблю все цвета тоже смотрите есть розовый и барби цвет и голубой вот они тоже такие вот яркие красивые здесь уже спицы номер два да это я показывала от гаммы так выкладываются полосочки очень не нравится классно получается буду продолжать делать цвета и кстати я попробовала покрасить двухцветную тоже вот но с двухцветная познакомлю вас попозже потому что есть моменты которые я хочу доработать но все что я делаю показываю здесь и сейчас опять же в круглых кокетках я оставлю ссылочку можно пройти посмотреть да как и что у нас девочками происходит вот так что двухцветная у меня получилось тоже на два три ряда то есть два цвета допустим там я не знаю зеленый серым до сменяет друг дружку очень классно получилось я безумно рада и рада что моя продуктивность возросла так как я вам показывала в предыдущем влоге что полосатую пряжу я окрасила шнурком в шнурке да то есть вяжите на шнуроплете шнурок поверьте мне это очень отнимает время потому что 420 метров связать на 3 петли на шнуроплете это конечно тот еще или сколько там 4 этот еще аттракцион тем более шнурок закручивается надо но я тоже уже приловчилась как делать так чтобы он не закручивался но это мега долго вот этот вариант просто я же говорю я сразу могу сделать и покрасить два-три цвета вот при желании вообще могу больше если будет использоваться спросом полосатая пряжа вот такие вот моточки то конечно же будет больше цветов и мне очень самой интересно и именно покрасить что-то еще интересное яркое я люблю яркие носки на и тем более полосатые это вообще очень классно мне кажется классный вариант пряжи то есть вот взял и вяжешь и тебя вот просто лицевая гладь или там я не на резинка 3 на 1 или любая там 6 на 2 и тебя полосатый носочек мне кажется очень классно и добавить еще что-нибудь но здесь может быть слишком явно вот так допустим там голубую сюда добавить или какой-нибудь другой цвет кстати может быть нет на барби тоже не подойдет хотя мне кажется с голубым неплохо смотрится и то есть будут такие вот яркие носочки тот цвет который у меня сразу же девушка купила я поставлю вам сейчас фотографии там был желтый оранжевый и ментоловый цвет и цвет она взяла пасму грозы кстати у меня где-то еще пасмачки есть другого цвета не грозы темной бирюзы вот очень классное сочетание я тоже оставлю у меня я сделала для себя для истории фотографии вот так что вот такая вот красотища у меня есть наличие будет в моем магазинчике в ближайшее время время вот и эти я вам уже градиенты показывала цветок очень яркий красивый переход в серый идеальный мне кажется приход я старалась так чтобы не было белых участков до на стыке цветов и мне кажется все получилось классно вот еще я покрасила пряжу для шапочек это вот такие вот два моточка а это я покупала самостоятельно давно пряжу от астра премиум шерстьяка вот они кстати обращались ко мне с просьбой о сотрудничестве вот но в общем у нас взгляды не сложились радикально не сложились мне два магазина предлагали сотрудничество и я отказала потому что условия были максимально невыгодные для меня выгодные были только для них вот но зачем мне скажем так заморачиваться даже в том плане что да мне было приятно что мне предложили сотрудничество но когда мне стали выдвигать миллион условий и в одном даже случае предложили заключить со мной договор где то что было указать свои паспортные данные и так далее то есть взять меня вообще такие жесткие обязательства я была очень удивлена магазины на самом деле производители я не знаю может быть даже так будет правильно сказать пряжи довольно таки неизвестны от если астр премиум я видела слышала и покупала я юлечке дарила пряжу мне вот понравились две их позиции другого бренда я вообще они мне не написали я не пошла смотреть правда ли есть такая пряжа я до этого не знала но максимально были условия не знаю просто даже не знаю не интересные вообще и невыгодные и требующие от меня говорить неправду вот так ну то есть я могу открыто об этом сказать потому что я не стесняюсь и не боюсь у меня нет с ними сотрудничества и так далее я знаю что многие блогеры сейчас сотрудничают с этим магазином ну видимо им условия понравились вот так что покрасила вот такую пряжу четыре цвета здесь здесь желтый оранжевый малибу и салатовый вот у меня 200 грамм покрасила их одновременно я подключала присоединяла плоским узлом кончики нити я делаю это специально для того чтобы пряжа максимально эти 200 грамм были идентичные я не красила двумя заходами я красила одновременно и они ну понимаете да максимально идентичные то есть я размотала я раз потом распустила этот узел и смотала в два кейка то есть потом когда будет вязаться изделие тоже можно будет плоским узлом соединить нить да в этом месте ну то есть когда закончится моточек и не переживать что полоска пойдет не в ту сторону да то есть или там не знаю не тот не то количество рядов этой полоски будет то есть оно пойдет максимально идентично да цвета может быть яркий но мне знаете что понравилось какой вариант подключить сюда черный махер у меня есть черный махер остался от проекта помните я покупала вязала совместники у оксаны warm engineer свитрок кстати мне надо его отфотографировать и отправить к оксане потому что он красивый и проект идея у оксаны была классная я специально для этого свитерка покупала остатки и не остатки черного махера и он у меня есть мне кажется если соединить их вместе связать шапочку будет очень классно выглядеть я конечно немножко переживала по поводу цветов и так далее и буду вязать образец но мне кажется вот то что сейчас я представляю с махерчиком будет очень красиво а может быть кто-то просто хочет какую-нибудь яркую вот такую вот шапку конечно вот это вот было покрасить проблематично это полосочки будут проблематичнее чем допустим вот эти вот маленькие да по 50 грамм так как я красила сразу 200 грамм и здесь в 100 граммах 120 метров то есть ну представляете еще потом какая была подготовка и после когда я покрасила тоже какая была подготовка и чтобы они высохли и были ровненькие и так далее вот так что вот такая вот красотища у меня есть вот образец будет немножко позже если мне понравится и я покажу обязательно вам если будет отклик и может быть кто-то захочет я конечно попробую красить дальше но не знаю как насчет вот это именно этого артикула буду искать варианты в мире носе который именно будет такой же комфортной граммовки да и метража чтобы сразу вязать шапку а не соединять там да 100 грамм 1500 метров допустим соединять в 3 или 5 нитей чтобы связать шапочку вот так что это то что у меня покрасилась с момента отпуска вот буду красить еще вот так что приглашаю вас мой магазинчик вот сейчас самое время вязать вязать носочки и вот так такая красота полосатая мне кажется будет очень и очень жизнерадостно и дарите вам настроение в процессе вязания ну и давайте перейдем к плану который мне надо вот прям сегодня буквально начать у меня есть вот такая пряжа я ее купила купила специально в подарок это газал wool and silk это название цвета и его номер также вы видите состав что здесь 20 процентов шелка и 80 процентов супер вош merino wool в 50 граммах 330 метров у меня 4 были пасмы 2 я уже перемотала но опять же ну я мотала на своей маленькой моталке маленькая моталка вот такие вот делают мне сюрпризы у меня есть большая она конечно девочка стабильная и делает все красиво вот вот такой красивый цвет я хочу вязать шарфик я вам в предыдущем видео показывала что из красной пряжи я хотела начать вязать на отдыхе шарфик по описанию анна вензель я его в красном цвете обязательно тоже свяжу у меня есть красный берет а этот вариант я буду вязать в подарок буду вязать в 2 нити это такая же пряжа как я покупала в прошлом году для своего палантина и я его буду вязать на подарок вот обязательно поделюсь с вами продвижениями хотела показать что вот такую пряжу я купила вот так что пойду набирать петли с вами встретимся немножко позже я сказала вам что у меня еще ждет подарок на почте я с ним сходила и я просто очень и очень рада я не думала что этот подарок принесет мне столько положительных эмоций и воспоминаний конечно я уже его открыла с девочками в круглых кокетках вот но хочу поделиться что все было очень красиво упаковано вот с такими вот милыми барашками еще мне это подарок от Светы повторюсь да от нашей активной участницы и Светочка у меня покупала пряжу и решила мне вот таким образом сказать спасибо прислала мне большой подарок вот такой вот еще вот такая еще была открытка это видите императорский большой театр такая вот старинная там для меня написано очень приятные теплые слова Света огромное тебе спасибо и в посылочке было вот такой вот шоколад очень вкусный с цукатами и малинкой а также там была вот такая книга на французском языке у меня вот такой штатив я просто снимаю на окне без всякого фотофона чтобы вам показать просто мои эмоции до сих пор положительные она на французском языке оператив я честно признаюсь не помню очень хорошо французский язык это был второй язык у меня в институте вот но я с удовольствием вижу и читаю знакомые фразы и буквы и буду читать ее знаете вспоминать это очень приятно это первая книга на французском которая будет у меня в библиотеке потому что на английском я покупала но французские книги не покупала вот и прям вот астерикс и обеликс классно да в общем я с удовольствием буду читать эту книгу и открыточка тоже будет здесь как закладочка Света смотрите еще такую актрису Светочка большое тебе спасибо за этот приятный подарок просто приятный сказать это ничего не сказать я тронута до глубины души спасибо тебе огромное я очень и очень тебе благодарна за это настроение за те теплые чувства которые мне сейчас которые меня сейчас переполняет у меня даже язык заплетается не хочет выговорить слова настолько мне это приятно и трогательно спасибо у нас сегодня среда уже следующий день я вам показал о том что перемотала и хочу начать шарфик я его вчера начала вот так он выглядит мне нравится как получается я вяжу на четвертых спицах номер 4 вол эдикт кубические не знаю чем они от оди отличаются нового но мне кажется не абсолютно одинаковые может цветом лески все мне нравится но по описанию но там конечно и пряжа потолще я должна была остановиться вот в этом моменте но я измерила здесь всего лишь 12 сантиметров мне показалось действительно что это не шарфик а как мне девочки сказали галстук я решила продолжить делать прибавки но тут надо сохранить вот эту вот центральную линию до из двух петель то есть я добавила здесь восемь получается то есть вот эти вот две лицевые и по две петли платочной вязки сейчас он 14 сантиметров мне кажется вполне такая лучше его ширина чем было до этого я уже вот поставила маркер провязала два ряда думаю надо все-таки показать что я начала так и извиняюсь за то что полезят спицы по поверхности вот такой общем у меня шарфик будет я не знаю я очень надеюсь что я успею буду сейчас как бы гнать это этот узор эту длину там написано по моему около пятидесяти сантиметров но я буду вязать больше чтобы хотя бы один оборот шарфик вокруг шеи дел но буду примерять на себя а потом уже когда меня устроит его длина начну делать убавки вот это вчера на чем я работала вот честно описание казалось легче чем оно мне показалось когда я была на отдыхе здесь правда начинаешь когда понимать логику всю да то вообще все становится очень легко также я вчера взяла отвязала вот такой вот образец из пряжи который сама покрасила добавила черный махер вот здесь вот первые два ряда я связала в одну нить махера но мне показалось как-то жиденькая я добавила три вот то есть три вот таких вот точка здесь есть вот и конечно шапочка стала расширяться это пока образец то есть мне было важно посмотреть спицы номер пять как вообще ложится и так далее не уверена еще я немножко сомневаюсь но мне конечно нравится как получается когда больше махера вот она такая будет яркая в то же время вроде бы и базовая вот я пока буду вязать шарф буду смотреть на этот образец и думать как мне поступить я еще достала у меня есть голубой махер думаю может быть попробовать сюда вместо черного добавить голубой может быть потом провяжу вместе с голубым махером посмотрю как это будет выглядеть но вот в общем образец у меня есть вот план пока продолжить вязать шарфик я очень надеюсь держите за меня кулачки что мне удастся связать его до субботы ну то есть пятницу мне надо его уже постирать то есть у меня сегодня среда и завтра четверг на выполнение этой работы так что пойду вязать итак я сразу извиняюсь за такое хоум видео да за такой вид но дело в том что я закончила шарфик и я бы сейчас пойду стирать и просто потом не буду иметь возможности вам его показать ну вернем показать то я смогу но я не смогу примерить так как я ну уже его постираю и он будет все да то есть индивидуально такой вещью для того кому я буду его дарить дарить мне его 30 то есть я как раз сейчас постираю надеюсь что он высохнет да то есть то есть получается завтра буду дарить сейчас я его постираю и что до завтра он высохнет сегодня у нас пятница 29 я вам хочу показать и рассказать что я его я надеюсь постараюсь говорить громче чтобы было меня слышно либо вытянуть это в процессе монтажа дело в том что по описанию он должен быть небольшим от конца да вот где я вам показывала где заканчивается все прибавки примерно 45 50 сантиметров я думаю я не спалю контору если я скажу но это было знаете на такой вот просто если бы вот так шарфик был мне хотелось чтобы шарф был хотя бы в один оборот и я его связала на свое усмотрение подлиннее вот там у меня монечка смотрю на себя надеюсь не буду вас этим нервировать просто хочу вам показать что вот такой он у меня получился такие кончики длинновастенькие даже знаете почему чтобы вот так вот если куда-то под куртку или под пальто была прикрыта шея и немного да грудь грудная клетка вот то есть он получился такой вот длинненький то есть можно и вот так либо я думаю еще он может подрастянуться после стирки можно будет его и вот так там завязать уже там на усмотрение тому кому я буду дарить как он будет выносить по ощущениям очень мягко может быть слегка слегка какое-то есть покалывание но я просто делюсь своими ощущениями если вдруг вы захотите тоже связать из такой пряжи этот шарфик да то есть я вам показывала эти пасмы я взвесила шарф весит 83 грамма то есть у меня есть остаток пасмы здесь по 100 грамм если нет по 50 грамм то есть вот две пасмы на валберисе я покупала продаются они набором за 800 с чем-то рублей и можно связать такой шарф то есть можно даже и связать весь остаток но я не хотела ну как бы знаете как дарю не хотела сильно чтобы он получился длинный ну мало ли человеку не будет нравиться так вполне можно да то есть и на вот так вот сделать на несколько оборотов то есть вот так вот так что шарфик у меня готов я думаю что еще в процессе стирки он вот так разровняется мне очень нравится ниточка и мне нравится что здесь видно что она была окрашена потому что здесь где-то встречаются темные светлые участки красиво это смотрится очень нравится этот цвет он такой наверное я бы сказала это какао а как он в палитре называется забыла джинджер снэп но джинджер это вообще-то имбирь да надо посмотреть как переводится снэп я не помню а вот ну в общем я довольна довольна он довольно таки длинный да то есть если я вам вот так его пополам покажу то есть он длинный наверное это полметра или больше да как считать вот но измерить его конечно же сложно потому что пряжа такая тянущаяся и тут узорчик такой да то есть наверное это ломаная резинка правильно называется 2 на 2 вот в общем все готово кончики я спрятала все вот они уже готовы и хвостики я спрятала сюда в косичку и в общем то знаете что я еще сделала я слегка проклеила эти кончики так как пряжа скользковата и чтобы потом в процессе я буквально капельку клея нанесла чтобы он не ощущался чтобы в процессе носки не выскочила нигде ниточка да кончик я подумала что это ну вот классный вариант именно чуть-чуть добавить туда клея проклеить чтобы было все зафиксировано вот так что все готово я все сейчас вязала когда и монтировала видео вот это которое вы сейчас смотрите и понимаю что она получается гигантским и я вам не показала те процессы которые у меня еще есть на спицах наверное надо все таки как говорится добить да это дело потому что я в каждом ну и в этом и в том видео говорила сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу и не показываю то что я вяжу но я сейчас вот в домашнем платье вот такое home видео да ну просто чтобы вам показать сразу готовую работу давайте я уже в заключительной части покажу покажу действительно уже что у меня осталось на спицах да и примере потому что у меня есть плечевое изделие в котором осталось такой небольшой спойлер связать всего лишь один рукав который я наверняка свяжу быстро вот но там тоже есть история этого почему я не связала до сих пор второй рукав вот поделюсь уже в следующем включении так что все поделилась побежала стирать шарфик я хочу берите к заключительной части этого влога рассказать то что у меня на спицах и я уже обмолвилась о том что у меня есть плечевое изделие которое я ну долго вязала и еще у меня на спицах я уже показывала этот проектный мешочек который мне дарила Юлечка у меня здесь носочки которые я начала носочки сыночку это ализе комфорт сокс я к сожалению забыла номер цвета если я его найду в палитре я напишу это такой вот меланжевый серый потеряла я этикетку и как видите у меня два носка после того как я поучаствовала в носочной авантюре у Леночки с канала варежки и буду продолжать у нее сейчас со 2 октября то есть с понедельника стартует новый скажем так сезон да ну не сезон новая да авантюра продолжение проекта я оставлю на нее и на этот чат ссылочку вдруг вы тоже захотите извязать остаточки да и поучаствовать в этой носочной авантюре так вот после того как я поучаствовала у Лены в носочной авантюре и вязала по одному носку одновременно мне это понравилось я стала вязать также сыну носки опять же надо повторюсь мне купить какие-то спицы чтобы были одинаковые либо это чагу либо карбонцы потому что вот я вяжу сейчас именно на разных производителях да но в одном размере это номер 2 вот либо докуплю чагу либо карбонцы докуплю номер 2 я уже вот отвязала паглинок я одновременно вяжу по по одному носочку и отвязала паглинок и пяточку пяточка у меня здесь бумеранг с клином подъема клим подъема давайте подойду поближе как-нибудь вам показать я формировала изнаночными петлями то есть у меня тут такой треугольничек вот мне так нравится так вязать носки в общем я их но уже давно не брала в руки потому что был шарф да я уже его постирала он сохнет мне его завтра дарить так и в общем буду продолжать вязать дальше я вам кстати показывала во влоге перед отпуском что я беру с собой повязать единственное от чего я отказалась и правда не взяла с собой и считаю что это было правильным решением это палантин да который я начинала вязать вязание на выбывание в общем считается ему уже год я его не могу продвинуть но я думаю что я в каких-нибудь играх буду брать его вязать почему было правильное решение потому что моя плотность изменилась я сейчас когда вязала шарфик в две нити я именно из этой нити вяжу тот же палантин там спицы 3,75 здесь я вязала на четверках вот я поняла что я плотно вяжу у меня прям так плотненько были петли на спице я давно работаю как вы знаете над своей плотностью и хочу чтобы было все красиво без рядности это вот прям моя такая цель и наверное я буду брать в игру повторюсь этот палантин и я распущу ту часть которую я связала и буду вязать по новой вот его я не взяла чисто даже потому что он не влез в чемодан все остальное влезло также я с собой брала вот такую бобинку ну как видите она уже такая слегка похудела так как я начала именно из нее вязать плечевое изделие это мне дарила Юлечка это артикул лана пио италия спа бабл юнито вот и здесь такой сложный состав я вам легче мне его просто подписать потому что я не все понимаю аббревиатурки так вот из этого я тоже вам наверное показывала образец из этой пряжи я попала в плотность описание my favorite since knitwear цвета number 21 то есть свитер номер 21 и у меня вот в таком состоянии с одним уже рукавом я его полностью отвязала я вам сейчас его примерю покажу как он сидит почему до сих пор не связан второй рукав дело в том что рукава я вязала и у меня нет других спиц номер 9 вот на таких это спицы гамма деревянные вот на такой трубке ужасно скользят ужасно скользят по ней спиц по ним спицы господи по ним петли ужасно скользят я прям знаете с таким усилием вязала других номер 9 у меня нету и в общем все я прям заставляла себя частями брать вязать это этими спицами вязать рукав потом я подумала что сколько можно скажем так над собой издеваться и я заказала спицы номер 9 самые обычные тут даже нет производителя просто спицы номер 9 и они выглядят вот так обычные на тросике и все и песня моя полилась рекой я вообще быстро закончила вторую половину рукава вот поэтому сейчас скажем так все дела важные закончены и я могу приступить к вязанию второго рукава также я купила спицы номер 9 зинги от нитпро у меня есть восьмерки у меня есть по моему даже десятки и больше спицы но тоже в дереве кстати но у меня нет девяток а так как я планирую вязать еще один свитер из толстой ниточки это по моему свитер я могу ошибаться по моему плоти называется есть он в кардигане есть он в свитере и у меня есть ниточка в таком шнурке я вам давно могла показывать ее в своих покупках я хочу из нее попробовать отвязать образец и связать этот свитер поэтому я купила спицы номер 9 чтобы они у меня были в арсенале для вязания этого изделия может быть даже это будет кардиган я не знаю но вообще нацелено на свитер мне кажется это будет в моем гардеробе более носибельная вещь чем толстый кардиган то есть у нас дома не так холодно чтобы укутаться в теплый хороший такой толстенький кардиган а вот в свитер куда-то пойти поддеть его даже вот на футболку мне кажется будет здорово поэтому я купила эти спицы эти мне тоже в работе понравились обычные спицы в районе 100 190 рублей что-то такое вот давайте теперь примерю покажу как сидит на мне этот свитер так я надела свитер и так выглядит рукавчик он уже отвязан и так чтобы микрофон не задеть сейчас попробую отойти вот так сидит такая длина здесь спинка длиннее по описанию чем перед здесь японское плечо так она выглядит горловина здесь предполагается по описанию двойная то есть надо было связать и подвернуть и подшить вот я не очень люблю двойные горловины но может быть если бы это была тонкая нить а так как она у меня такая пол толстенькая кстати метраж тут написано вот так как она у меня толстенькая я не хочу здесь большого какого-то нагромождения мне кажется вот обычная горловинка связанная здесь резинка 2 на 2 и здесь потом петли сокращаются но они сокращаются и потом увеличиваются для того чтобы сделать обратно такое же количество петель для подгиба я просто сделала сокращение и закрыла петли с накидом мне кажется довольно таки хорошо она сидит не растягивается не топорщится классно сидит вот такой он уютный мне кажется вот на футболку либо на какую-то майку я наверное скорее всего буду носить на футболку может быть даже какой-нибудь телесного цвета куплю у меня нет телесного цвета футболки и мне кажется будет классно даже может быть даже так немножко где-то заправить как это сейчас носят или просто мне кажется тоже так красиво носить вот поэтому мне остался один рукав вот и я его довяжу это все что у меня сейчас есть на спицах носочки и этот свитер больше ничего не начинала хотя мне надо начинать и я о своих уже планах мне вот за октябрь надо связать несколько изделий я о своих планах уже поделюсь в следующем видео вот мне кажется гораздо комфортнее стало в уголке у меня без стойки вот как-то посветлее что ли побольше пространства ну немножко видно окошко ну а так красиво мой взгляд вот так что на этой красивой замечательной ноте огромный влог я хочу уже закончить подвести итоги рассказов этого месяца да то есть я даже немножко вам этой неделе влогу поснимала показала и как видите у меня есть готовая работа я покрасила пряжу вот и буду сейчас тоже это делать у меня много планов и хочется попробовать много цветовых сочетаний покрасить меня пряжа полосочками просто захватила и не дает мне покоя мне хочется хочется посмотреть как будет все сочетаться все покрасить вот я еще выступаю спонсором я не знаю можно это говорить или нет но я выступаю спонсором в игре которая вот начнется буквально воскресенье это проект в котором я участвовала два сезона вот в этом году я зритель и спонсор этого проекта вот так что я еще наверное в следующем влоге вам о нем более подробно расскажу девочки уже снимают видео приглашение да в этот проект но если вы давно нас смотрите и знаете что в октябре всегда очень классная начинается игра вот так что хочу вам сказать большое спасибо за ваше терпение если вы досмотрели до этой минуты до этого часа я вам очень благодарна и рада что вы остались со мной если вы новый зритель на моем канале я буду рада встретиться и увидеться с вами в новых влогах своим постоянным зрителям я тоже бесконечно безмерно безгранично благодарна за то что остаетесь со мной подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылочки как обычно вы можете найти в описании под этим видео ну а я с вами не прощаюсь говорю до новых видео и до новых встреч